Привет, бойцы! Сегодня у нас очередная тренировка из серии Муай Тай дома. Сегодня мы немножко акцентируемся на ногах, ну и, конечно, будем добавлять немного руки. Итак, поехали! Итак, начинаем мы, как обычно, с разминочки. Опять-таки повторяюсь, все тренировки мы начинаем с разминочки. Если есть возможность пробежаться во дворе, лучше выйди во двор, пробежись 10-15 минут. И затем полная разминка, начиная с головы, ручки, плечи, корпус. Все-все-все-все вот это делать. Поразбрасывать себя, немножко поразминать плечики, ручки. Все-все-все-все. Разминаемся, выбрасываемся ноги. И показывать, что я тебе не буду 20 минут разминку, но ты должен понимать, опять повторяюсь, как в каждом видео, в каждой тренировке повторяюсь, разминка должна занимать от 10 до 20 минут. Ты должен полностью хорошо размяться, потянуться. Это выпады, перекаты, шпагаты. Все хорошо потянуть, подготовить тело, суставы, сухожилия, тренировки, чтобы не получить нигде травм. Итак, сегодня мы тоже работаем в режиме раундов. Три минуты раунд, минута отдыха между раундами. То есть, три минуты ты работаешь, минуту между раундами отдыхаешь. И основная часть, переходим к основной части. Скакалка. Первый раунд, первые три минуты просто легко, свободно прыгаешь на скакалочке. Просто греемся. Разбрасываемся. Скакалка на самом деле очень хороший и важный тренажер. Тебе однозначно нужно ее приобрести. Она очень дешево стоит. За 2 доллара можно купить скакалку нормально. Она дает и координацию, и кардио, и физику. Когда прыгаешь уже 15-20 минут без остановки, это очень хорошо подгружает ноги. И плечи. Первый раунд легко, свободно. Второй раунд будем делать немножко по-другому. То есть, уже начнем подключать голову. Ты минутку отдохнул и пошел. Второй раунд прыгаем со сменой ног. То есть, как будто ты стоишь в стоечке и прыгаешь со сменой ног. Просто прыжком меняешь стоечку. Раз правая, раз левая. Ширина ног где-то в полшага. В шаге. И в таком режиме просто прыгаешь. Также 3 минуты. Затем минутка отдыха. Сегодня мы поработаем с теннисным мячиком. Он тоже тебе понадобится. Мы будем его часто использовать в тренировках. Это отличный тренажерчик. Такой тоже для координации, для определенных вещей. Скорость можно нарабатывать. Итак, сегодня мы работаем. Третий наш раунд. Это баскетбол. То есть, какая суть. Ты просто набиваешь мяч ладошками правой и левой. И под каждый удар ты прыгаешь на ножках. Как ты только что прыгал на скакалке, ты так само прыгаешь под мяч. То есть, вместе с ударом делаешь прыжочек. Легко, свободно. В таком режиме. И так 3 минуты. Все на ножках, на носочках. Под каждый удар просто координируйся. Вначале у тебя, конечно, не будет получаться постоянно. Мячик будет в разные стороны лететь. Ты будешь бить то сильнее, то слабее, то по ногам себе попадать. Будешь бегать за ним по всему двору. Или по всей комнате. Но ничего, это все, как я говорю, количество потом переходит в качество. Поэтому нужно просто делать. Следующий наш раунд, опять-таки, с мячиком. Мы его немножко усилим сейчас. Каким образом? Ты делаешь точно так же баскетбол. Делаешь 10-20 ударов. Потом хватаешь мяч. Прыгаешь на 360 градусов. И дальше баскетбол. Опять 10-20 ударов. Захватил. Вокруг себя. И дальше набиваешь. Взял. Одним прыжочком. На двух ногах. Обязательно. Сразу на двух ножках. Одним прыжком. Не надо крутиться. Не надо прыгать на одной ноге. Новички всегда так делают. Это из-за плохой координации. Просто нету понимания движения ног. Сразу на двух ножках. На 360. И дальше набиваешь. И так 3 минутки. И отдых. Итак, следующий этап наших тренировок. Это работа с тенью. Но с тенью сегодня мы будем работать не просто на воздух, а с определенной препятствием. Скажем так. У меня это тумба. У тебя это может быть стул. То есть спинка стула. Или табуретка. Или диван какой-то. То есть высота. Тебе нужна высота, для которой ты будешь поднимать ножки. И мы работаем сегодня фронт-гип. То есть или гип. Это прямой удар ножки. Сегодня нарабатываем прямой удар ногой. Задача поднять колено. Дать плечики назад. Выбросить ножку вперед. То есть суть этого удара пробить противника прямо. Оттолкнуть от себя пробить. Как будто ты хочешь ногой выломать дверь. Все, как ты бах, ногой выломаешь дверь. Вот так само нужно пробить противника. Но твоя задача это сделать через преграду. То есть вытянуть и вернуть ножку. Задача не дать ноге упасть. То есть ты не должен дотронуться до стула. Или до табуретки. Что у тебя там стоит. То есть задача выброс. И забрать ножку назад. Выбросить, забрать. Обязательно, когда выбрасываешь ножки, нужно немножко плечи качнуть назад. То есть дать таз вперед, плечи качнуть назад. Об этом всем на технике удара я уже говорил. У меня есть видеокурс, который ты можешь скачать и все посмотреть. Обязательно лучше усвоить технику удара в одиночке. Затем мы будем переходить в комбинации и все остальное. И работаешь. Не спеша. Выброс. И возврат ножку. Строга должна вернуться в колено. Ты с колена выносишь. Вдешь. И в колено возвращаешь. Все. Выброс. Выброс. Таким образом ты работаешь раунд. Три минуты. Дальше. Мы делаем практически тоже. Через сумбу. Но добавляем сюда двоечку. Которую мы нарабатывали на прошлой тренировке. Итак. Сначала фронт. И двоечка на воздух. Опять. То есть ты чередуешь сейчас. Раз левый фронт. Тип. Раз правый. Обязательно двоечку. Соблюдаем всю технику, которую мы наработали. И все три удара должны быть технически правильными. Тип. Двоечка. Выброс кулачка. Вкрутить плечики. Пшш. И пшш. Двоечка. Таким образом ты работаешь еще один раунд. Итак. Переходим к работе на мешку. На груши. Или на работе с другом, который держит подушку. И ты на нем будешь отрываться. Но однозначно тебе нужен какой-то снаряд. Итак. Первый раунд. Первый раунд работает на мешке. У нас будет левый кип и двоечка. Левый фронт кип и двоечка. Только левой ножкой работаем. Точно так же в силовой манере. Обязательно в перчатках, бинты, битки. Неважно. Голыми руками не работаем на снаряд. Не работаем. И поехали. С передней ножки сразу. Вес тела переносим на заднюю ножку. Сидим на правой ноге. Левая легкая играет на носочке и сразу бьет. То есть левая ножка. Не надо делать никаких шагов, перешагов, разножки. Под кип передней ногой мы его бьем сразу с носочка. Отсюда. И добавляем двоечку. Все просто и коротко. На мешочке мы стараемся работать на силу. Плечики подворачивать, следить за техникой. Следим за техникой. Никуда не падать. Дистанции мне хватает работать отсюда, с места. Мне не нужно туда тянуться, падать, дотягиваться. То есть мешок сам ко мне идет. Это первый раунд. Второй раунд. Работаем точно так же, но правой ножкой. Правый фронт. Двойки. Здесь мы переносим вес тела на левую ногу. И соответственно удар получается правой. Правая нога будет бить жестче. Будет бить вперед, делая более пробивающий удар. Когда бьешь ножкой, очень важный момент, не опускать две руки. Часто ребята бьют, опускают сразу две руки и валятся туда вперед. Голова открыта, все открыто. Ты не попал, провалился, тебя съели. Поэтому мы делаем отмашечку только одноименной ручкой. То есть бьем правый фронт. Правая ручка уходит, левая остается. Бьем левый. Левая делает отмашку, правая остается. Итак, серия. И двоечка. Фронт. И двоечка. В силовой манере. В силовой манере туда все. И так работаешь второй раунд. И третий, заключительный раунд. Работаем. Раз правый, раз левый. Вернее, два удара. Правый, левый. Или левый, правый. Неважно. И двоечка. То есть мы встретили, добавили, добили. Живой. Встретили, добавили. В голову добили. Убрали внимание вниз. Заставили опустить руки. И всадили. Иш. 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 Встреч. Садись. Иш. Доработать. Все. На силу. Конечно, это тяжелая работа. Ты будешь умирать на мешке. Если ты чувствуешь, что не хватает уже дыхалки или уже ноги не поднимаются, больше отдыхай между сериями. Больше отдыхай для того, чтобы работать именно на силу. Сейчас наша задача сила. Поэтому время между комбинациями отдыхания 3 секунды опять. И тогда ты будешь больше восстанавливаться и бить, соответственно, сильнее. И заключительный раунд на мешочке. Уже мы работаем не на силу. Задача просто продержать темп. То есть мы набрасываем типы. 3 минуточки. Точно так же. Конку тебя бахнул. И ты поехал. Правый, левый. Я не бью, я просто без остановки никуда не бегаю, не перешагиваю. То есть смотри за ножкой, иди за ногами. У меня одна нога опускается, вторая сразу бьет. Сразу. Одна стала, вторая ударила. Нет никаких шагов, не завалился, побежал, подстроил. Ты работаешь сразу. То есть твоя задача, без остановки, 3 минуты, просто пробросать ножки. То есть просто их повыбраться. На уровне пояса. Правый, левый. Без остановки. Это наш заключительный раунд на мешке. И заканчиваем тренировку мы, как обычно, за минкой. Итак, сегодня работаем в режиме 30 секунд работы, 30 отдыха. То есть ставишь себе таймер 30-30. И будем делать сегодня три упражнения. Первое. Смена колен прыжком. Становишься на правое колено. Ручки возле подбородка. Руками колени не трогаешь, не выталкиваешь. Время пошло. Выпрыгнул. Приземлился налево. И работаешь. Выпрыгнул справа. Сел налево. И наоборот. Без остановки. 30 секунд. Отработал. Переходим к следующему упражнению. 30 секунд отдохнул. И следующее у нас упражнение. Это отжимания на ладошках. Но ты отжимаешься сейчас. Ладошки вместе. Отжался. Переставил в сторону. Отжался. Когда ладошки вместе, отжимаешься локти от себя. Вдоль туловища. Когда ладошки в стороне, локти в сторону. Отжался. Если тебе это легко получается, можешь это делать прыжочком. То есть смена рук делается прыжком. Это как бы по правильному. Вот таким образом. И так 30 секунд. Если не можешь прыгать, ну конечно тогда просто отжался, переставил. И последнее наше упражнение травоседка. Сидишь на полу. Корпус ноги на весу. И делаешь повороты корпуса. То есть колени в одну сторону. Корпус в другую. И таким образом мы вкручиваемся. Таких у тебя будет три упражнения. Это один круг. Нужно сделать от двух до пяти кругов. По самочувствию. На этом наша тренировка закончилась. Подписывайся на канал. Жми колокольчик, чтобы получать следующие тренировки первому. Делись этим видео с другом-алкоголиком, который сидит дома и не хочет тренироваться. Потому что рассказывает басни, что у него нет денег, времени и желания. И забирай видеокурсы в описании под видео. На разные варианты. На разные темы. На устойчивости в тренировках.